Этикет Этикет И поплатиться своим собственным здоровьем Время от времени такое бывает Давайте сегодня не только вспомним о хорошем тоне Но и проанализируем Все эти правила с точки зрения здравого смысла И разумности применения в быту В жизни И Наталья, первый вопрос к вам Почему-то, как мне это видится Этикет в последнее время приобрел такие странные формы Соблюдение его правил Иногда Является каким-то пропуском В какой-то социум В какую-то определенную компанию В какой-то жизни Это что за селекция такая по этикету Ну, на самом деле, действительно, вы правы, Ольга Что этикет изначально создавалась как система Которая помогала человеку наладить контакт И наладить какие-то связи с другими людьми Чтобы все эти связи были без конфликтов И достигали какого-то общего, обоюдного решения Соответственно, если у человека есть какая-то задача В жизни, например, устроиться на работу И если для него эта задача, правда, важна То он тогда все равно должен соблюдать какие-то правила и нормы Чтобы достигнуть своей цели То есть, действительно, это некий пропуск И понимание того, принадлежит человек Этой группе людей или нет Но вы сегодня у нас будете защищать этикет Как я поняла А мы, пожалуй, с вами попробуем его покритиковать Потому что есть моменты, действительно, заслуживающие критики Вот я много лет проработала в крупной корпорации Я прекрасно знаю деловой этикет Я знаю, что на переговорах Деловых, неделовых На заседаниях не принято громко чихать Громко кашлять Мы вот как обычно Если надо покашлять Вот так вот чихнуть Это вот зажать нос И чуть-чуть там что-то вот в себя Лишь бы никому не помешать Лишь бы никто не услышал Вступайте Насколько вредно для здоровья чихать в себя? Начнем с чихания Можно порвать легкое себе То есть, это настолько вредно, что может быть опасно для жизни Вы шутите? Нет Порвать легкое? Да То есть, вот этот анекдот нифига себе чихнуло? Да, это не совсем анекдот Там, конечно, утрирована ситуация С выпавшими глазами и зубами Но повредить себе дыхательные пути Повредить себе легкое Вполне при чихании можно Если его сдержать И вот, как вы говорите Чихнуть в себя Чихать в себя нельзя А вот чих, он Это причина чего? Причина того, что что-то тебе мешает в носоглотке Правильно? Да, это физиологическая реакция На раздражитель Соответственно, если ты чихаешь Ты это вычихиваешь Да А если не чихаешь Организм себя защищает таким образом А если ты не чихаешь, то это? То это либо остается Либо начинается болезнь Вызванная этим раздражителем Вот, так что нам делать? Чихать, не чихать по этике? По этике тоже никто не говорит Что нужно чихать, закрывая нос Можно взять платок И всю необходимость как раз-таки совершить в нем Хорошо, кашель Вот мы сейчас по простудным заболеваниям пройдемся Кашель Ну, такая же физиологическая реакция Только тогда, когда не в носу раздражитель А в дыхательных путях, в ротоглотке, в гортане Как правильно кашлять? Вот, чтобы это было качественно, полезно для здоровья Ну, кашель бывает сухой, бывает с выделением мокроты Для того, чтобы дыхательные пути работали Лишнее должно быть удалено То есть, если во время кашля происходит отхаркивание чего-либо Это надо из организма убирать Это надо выплюнуть, организм от этого избавляется Он таким образом тоже защищает себя Ирина, к вам вопрос Носить головной убор в помещении вредно для здоровья Женщине же можно не снимать шляпу? Пишут наши зрители Женщине можно не снимать шляпу и перчатки Но шапку и варежки Женщине необходимо так же снимать, как и мужчина Если это гармонично с ее образом, с платьем, в котором она остается Шляпка маленькая, миниатюрная Почему нет? Я думаю Прекрасно это будет выглядеть Как-то у нас на Урале не принято носить шляпки Вы знаете, сейчас это уже входит в моду Я сама сейчас стала Для меня это так было раньше не характерно Я отвергала это Сейчас я сама фанатично везде рассматриваю шляпки И примеряю И прям безумно мне это нравится Шляпка и головной убор это разные вещи Шляпка более миниатюрная Она подбирается под какой-то комплект одежды Уже шапки это более меховые, как что-то имеется в виду Их надо снимать Конечно, я думаю Разобрались Если может быть вязаная шапка, например, зимний сезон То почему бы не носить ее в помещение Даже это для образа, для имиджа тоже хорошо может Только обычно, когда мы носим шапки? Зимой Если мы зимой ходим в головном уборе в помещении Голова потеет, а потом выходим обратно на сквозняк, на холод Риск простудных заболеваний увеличивается в разы Нет, ну тут все зависит тогда уже от физических параметров Человеку, у кого-то голова, в общем-то, и не потеет А у кого-то потеет больше, чем что-то другое На деловом приеме или просто в гостях Как правильно ковырять в зубах? Это же, безусловно, некрасиво Некоторые прикрывают при этом рот рукой Да, я видела вот так вот Я сначала не понимала, что люди делают, вот когда вот так они делают Они ковыряют в зубах зубочисткой Но разве так нормально поковыряешься, ничего не выковыриешь? Ну вообще ковырять в зубах не сильно хорошо для зубов Можно повредить десны, можно повредить зубную эмаль Можно занести инфекцию этой зубочисткой Которая может повредить десневой край И то, что было с пищей на зубах, попадет в десну, в ткань Лучше это делать зубной нитью и после этого чистить зубы зубной щеткой А как правильно вообще ковырять в зубах, ну, чтобы это было по этикету? Ну, на самом деле для этого существуют специальные дамские и мужские комнаты Вот, где, если в этом есть необходимость, можно все свои желания тайные реализовать Рассказываю, вы видели зубочистки, на конце которых такая зазубрина Очень много продается зубочисток, а на конце зазубрина Знаете, для чего они? А я недавно узнала То есть, когда ты поковырялся в зубах, ты отламываешь Кладешь вот этот кусочек на стол Сверху кладешь зубочистку И вот логично она вроде как должна там лежать Да, потому что в какой стране, я не помню на самом деле По-моему, на Востоке где-то появилась традиция, что нельзя класть зубочистку просто на стол Что нужно, чтобы специально была подставочка, либо дощечка Это какая-то там плохая примета Но по этикету, на самом деле, не сказано, что прям вот конкретно Да, я не слышала, чтобы это так часто Да, это именно с точки зрения соблюдения традиции Это знаете, как в Японии, нельзя палочками для еды указывать на собеседника Тут примерно то же самое Здравствуйте Когда я первый пытаюсь зайти в лифт, то женщины смотрят на меня, как на невоспитанного злоба Но обозленным взглядом я в глазах выгляжу не хорошим человеком Меня это немножечко обижает, поэтому обратился к женщинам на фейсбуке, чтобы они мне подсказали Что в этой ситуации делать Или не обращать внимания, или поведать объявления Или прочитать женщинам мини-лекцию Или просто пропускать их вперед Наши женщины боевые Они коня, но в какую остановлю эту горячую избу войдут И пусть их проявляют на безопасность Ой, ну спасибо вам большое за вопрос Ну, на самом деле, позвольте мне тогда ответить Мы как раз таки вот с Ириной по дороге к вам ехали и обсуждали этот вопрос Ну, немножко в другом только ракурсе На самом деле, по этикету принято, что мужчина проходит вперед только тогда Когда он знает, что впереди есть какая-то опасность Либо, наоборот, перед его сознанием есть какая-то неизвестность Когда во всех остальных ситуациях проходит женщина Допустим, если мы заходим в ресторан, в котором и мужчина, и женщина до этого были Мужчина пропускает ресторан женщину, потому что он знает, что там безопасно Когда приезжает лифт, он открывается В общем-то, мы все видим, что в лифте чудовища и монстра никакого нет То есть сначала пропускать женщин Сначала мы пропускаем женщин После этого заходит мужчина Лифт закрывается Едет, допустим, на какой-то этаж Приезжает, открывается И вот как раз таки там будет неизвестность Потому что этаж достаточно обширный Вдруг там из-за угла выпрыгнут витинги Сосед с собакой Сосед с сапагой, да Либо они с собакой, с чем-нибудь другим И тогда как раз таки мужчина выходит вперед И за ним идут женщины И, в общем-то, момент некомфортный Когда там нужно толкаться в лифте Чтобы там продвинуться к выходу Или наоборот отодвинуться от него Он тем самым сам собой исчезает Потому что все логично, все понятно Михаил Семенович Да Вас удовлетворил ответ? Как вы теперь будете с дамами нашими Обращаться рядом с лифтом? Я буду нарушать общепринятые правила Этикета и пропускать женщин Вперед в лифт Единственное, знаете, что меня еще коробит Когда иногда я вижу, как женщина С коляской или с маленьким ребенком Пропихивает в лифт Значит, в коляску или маленького ребенка А потом, когда закрываются двери Она пытается, значит, заскочить в лифт сама Вот это вот абсолютно недоспустимо Потому что лифт, особенно наши лифты Они являются объектом повышенной опасности Лифт в России объект повышенной опасности Вот, поэтому в лифт сначала должен Если женщина с ребенком Должна зайти женщина, потом провести ребенка Потому что лучше, если дверь закроется Ребенок остается на лестнице Тем ребенок будет один в лифте Он же им не сможет управлять А если женщина идет с мужчиной То мужчина должен первый зайти в лифт Потом должна зайти женщина Почему не должен? Потому что женщина-то без мужчины Сможет внутри лифта им управлять Поэтому в случае с ребенком Эта ситуация совершенно другая То есть да, с ребенком Он, во-первых, маленький У него весовая категория другая И, соответственно, вообще лифт может закрыться Там преждевременно Вот, а в случае с женщиной Все совершенно наоборот Мужчины видят, что лифт безопасный И как раз таки по этикету Он пропускает женщину вперед А не проходит сам Ну, в правилах этикетов существует Одна такая фишка Очень сложная Заключающаяся в том, что они не прописаны Жестко, как, допустим Правила дорожного движения Правила дорожного движения Они прописаны И все люди, все участники дорожного движения Должны соблюдать эти правила А правила этикета Они пишут в такой кривольной Произвольной форме Носит рекомендательный характер Больше, да? А? Носит больше рекомендательный характер Ну, носят, да Рекомендательный характер Это очень плохо Потому что Правила этикета Должны все-таки Воспитанные люди соблюдать И они должны Расставаться Однозначно То есть Я вот до сих пор Не понимаю, как мне поступать При входе в лифт Или пропустить женщину Вперед Или Пройти самому А потом Пригласить женщину Михаил Семенович Ну, вы абсолютно Правильную позицию Для себя выбрали Можно не соблюдать Нормы этикета Если женщинам Нашим российским Так удобнее И так приятнее Да бог с ним с этикетом Пропускайте их Всегда вперед Хорошо Пусть идут Дорадуются А что делать При входе в ресторан Правила этикета Я вот зачитал в интернете После того Я опубликовал Свою заметку И было Как бы много Открыков И там Зашел разговор О ресторане Вот если У ресторана В дверях Стоит швейцар Тогда женщину Нужно пропустить Вперед Так Прописывается Вот в большинстве Инструкции По этикетам Если же Мужчина Там швейцара Нет То мужчина Должен Первый Пройти В ресторан Договориться Значит С микролотерием Женщина Идет за ним Они подходят К столику Но там Конечно Женщина Должна Сесть Первая Мужчина Должен Садить Потом уже Должен Присесть Сам Ну или вообще Может не заморачиваться По поводу Слушайте А вот не заморачивайтесь Сделайте так Как даме Приятно По-моему В России Женщины привыкли Что их пропускают Вперед Всюду Пропускайте Да Наверное Вы правы Ольга Могу я быстро Кратко ответить На вопрос Да Ну вы пожалуйста Посмотрите Что ответит дальше Наш эксперт И мы продолжим Да Просто вот К тому Что почему Нормы этикета Не строго прописана А носит Вот именно Характер рекомендации Просто если бы Все нормы этикета Строго прописаны были И соблюдались Там не знаю Всеми гражданами Под угрозой Не знаю Что их посадят в тюрьму Если они этого не будут Да Какого-то наказания То это было бы Немножко абсурдно И глупо Почему Потому что этикет Создавался для того Чтобы люди находили Эффективные коммуникации Без конфликтов между собой Соответственно У каждого есть выбор Хочу я Чтобы этот человек Обратил на меня Внимание Либо хочу я С ним наладить Какую-то Эффективную коммуникацию Я соблюдаю этикет Если не хочу В общем-то Это не так важно Поэтому если для Михаила Важно Что о нем подумают Женщины Которые заходят в лифт Если ему важно Именно с этими женщинами Установить какой-то Эффективный Контакт Да Контакт Вот То тогда Нужно соблюдать этикет Спасибо Андрей К вам вопрос с сайта Всю жизнь А еще по поводу лифта Жестко прописанных Правил этикета Может быть и нет Но есть жестко прописанные Правила Пользования лифтом Точно И что там сказано? Эти правила позволяют Избежать травматизма О котором говорил Михаил Семенович Там в основном Все касается детей То что ребенок Не должен остаться Один на площадке То что он должен Быть подстрахован В лифте И при входе И при выходе И то что Даже независимо От времени входа Нужно постоянно Страховать дверь Чтобы ребенка Там не прищемило И нужно по возможности Быть возле него Постоянно Где бы он ни находился Хоть в лифте Хоть за его пределами То есть ребенок Не должен сам зайти И не должен сам выйти Конечно Вот это основное А все остальное На уровне договоренности В принципе главное Возле лифта Не торопиться И не толкаться Договориться можно Хоть с кем Кто вперед Кому раньше выходить Кто на каком этаже живет Это возможность Настроить коммуникации С соседями Которых в многоэтажках Никто не знает Уже много лет Всю жизнь мучаюсь с газами И как по этикету Мне поступать Очень извиняюсь За такой вопрос Накипело Но по этикету Надо сдерживать По возможности А для здоровья Для здоровья Сдерживать вредно То есть если газы Накопеются А что может быть Это же какая-то Естественная среда Для Животка Это могут быть Особенности питания То есть человек Что-то скушал И это провоцирует Образование газов Либо это может быть Дисбактериоз То есть у человека В кишечнике Такой бактериальный фон Который не позволяет Ему Не испытывать По этому поводу Беспокойство А почему это Вредно сдерживать Что может быть Если это сдерживать Во-первых Газы могут всосаться Обратно В стенку кишки Попасть в кровь Они содержат токсины То есть может быть Интоксикация Во-вторых Внутри брюшное Давление растет Сдерживает Движение диафрагмы Человек Начинает Ограничивать Дыхательное движение Он начинает Задыхаться Вот как бы В оппозицию тому Что если он не сдержится То задохнутся Окружающие Начинает Так скажем Часто-часто Дышать И это тоже вредно Потому что Ткани Не снабжаются Кислородом Слушайте Так вас послушать Сдержал газы И траванулся К чертовой бабушке Либо траванулся Либо возникла Какая-то боль в животе Поскольку Эти газы Распирает кишечник Там есть Болевые рецепторы Нервные сплетения Которые могут запустить Патологический механизм Какой-нибудь Их очень много Насколько воспитаны И знакомы С правилами Этикета И хорошего тона Жители нашего города Давайте у них И спросим Здравствуйте С вами Лена И мы снова Собираем мнение Утерки Сегодня мы решили Узнать Какие правила Этикета Вышли из моды Как думаете Вы Татьяна Я думаю Что старые Правила Этикета Они никогда Не устареют А новых Не придумали И Даже не то Что не придумали И от старых То отказываются Зря Конечно Зря Спасибо А что думают Другие горожане Мы узнаем Прямо сейчас Молитву читать Перед едой Мы же там Раньше читали Молитвы Поменялась Все равно Жизнь Поменялась То есть Под ручку Раньше С автобуса С транспорта Под ручку Сейчас есть Конечно Некоторые Еще придерживаются А так В принципе Мало кто Теперь смотрят Не только Через призму Таких Этикета Но еще Через призму Какой-то практики Прагматичности Если вы Знаете Что Через руки Переносятся Какие-то бактерии То в общем-то Вы заботитесь О своем здоровье И женщины Тоже об этом знают И не беспокоятся Что мужчины Не целуют ручки Вот если они Точно уверены Что значит Все хорошо То в общем-то Они Наверное Будут рады Если подцелуют ручки Но это только В особых обстоятельствах Ну может быть В силу Женской Самодостаточности Забыли о том Что женщина Это женщина И ее нужно Сопровождать Есть конечно Какие-то вещи Которые условно Можно сказать Что устарели Но Это очень Условные границы Ну допустим Норма Согласно которой Там Целуют руку Или жмут руку Да Вот вопрос Рукопожатия Там целования Поклонов В условиях глобализации Он свою актуальность теряет Я напоминаю Сегодня мы говорим Про этикет Дорогие друзья Присоединяйтесь К нашей беседе Пишите к нам На сайт Екбург.тв Оставляйте сообщения В скайпе Етв Нижнее подчеркивание Тв И лишь звоните К нам В прямой эфир А мы продолжаем Ирина Вот у мужчин Есть такая В одному взгляд Совершенно дурацкая привычка Со всеми здороваться за руки С близким другом С родственником С тем Кого ты вот сегодня В первый раз увидел вас Со всеми здороваемся за руки По этикету Единственный Жест Который Разрешен Это рукопожатие А как же С точки зрения психологии Это же помогает Вот эти объятия Расположить человека К себе Да Как-то вот Задобрить его То есть вы имеете ввиду Близкий контакт Что он должен быть близким Ну вот У нас в России же Иногда как встречаются Даже партнеры по бизнесу Встретились Вот это Обнимашки Целовашки Ну вот По этикету Все-таки Да Оставить Вот то что Мужчины здороваются Я согласна Станцию Ну 50-40 сантиметров Интимную зону Лучше сохранять Потому что бывают ситуации Когда Про себя расскажу Была ситуация Вот мы с Натальей Были в Москве На конференции К нам подошел К нам подошел Мужчина Тоже участник Этой конференции Хотел Наладить Какой-то контакт Дальше В работе Когда он подошел Очень близко Прям Нарушив Нашу интимную зону Прям буквально Вот так Лицом ко мне Я Видимо Интуитивно От этого Отвернулась И пошла Налить себе чай Потом мы проанализировали Что после этого Мужчина Общался только С Натальей Я не могла Совершенно Наладить с ним Контакт То есть У него уже Видимо Как-то на Подсознательном уровне Я его отвергла Оттолкнула Поэтому тут тоже Смотря от ситуации Все-таки Лучше интимную зону Не нарушать И тоже смотреть на Например В каком Почему я отметила Что это в Москве Был город Достаточно плотно Населенный Если у нас Людей все равно меньше И наша зона Более для нас Комфортно Далекая То в Москве Все-таки Плотность населения Большая Соответственно Возможно Он и не хотел Как-то негативно На меня повлиять На мое мнение Да То есть Там вполне возможно Что такой близкий контакт Он приемлем Наоборот Приветствуется То есть Нужно все-таки Смотреть Где ты находишься На ситуации Андрей Вот не только Как врач А как мужчина Прокомментирует Почему Вы со всеми Это вообще не гигиенично Со всеми за руки Зароться Особенно знаете Мужчины После туалета Выходят Руки мокрые И они друг к другу Если надо поздороваться Не ладошку протягивают А локоть Типа поздоровались Ну тут наверное Имеет значение Что рука все-таки Мокрая Что только что Человек в туалете был Мокрой рукой Брать кого-то Может быть ему будет Это неприятно Вот этот момент А так В принципе Рукопожатие Распространенная Форма приветствия Если где-то В определенных Узких кругах Общества Это не принято Никто не осудит Если рукопожатия нет Поздоровались Головой кивнули Здрасте Здрасте Разошлись Если это какая-то Тесная компания Там действительно И обнимашки И все И рукопожатие Это точно Ну а ковырять В носу Ну вот По поводу Рукопожатия Можно сказать Что Бактерии Вот там Был какой-то эпизод Когда зацепили Это слово Они живут На коже Постоянно У каждого Есть свой Бактериальный фон Кожи Нет стерильной кожи Ни у кого И при рукопожатии Неизбежно Происходит обмен Этими бактериями Поэтому Есть риск Передачи Чего-нибудь Каких-то заболеваний Какой-то флоры Которая может Не вызвать заболевания Каких-то А оздоровался С каким-то сифилитиком Потом вот так вот Себе сделал И все Пропал И это возможно С осторожностью Здоровайтесь То есть Риск Такого заражения Есть Но он больше Зависит не от того С кем вы поздоровались Не от того Там сифилитик Это туберкулезник Или кто-то там еще А от того Какой вы здоровый На этот момент А насколько у вас Иммунная система Справилась С этим вирусом Состояние вашего здоровья На момент Вот этого рукопожатия Гораздо важнее Чем внешний Какой-то фактор Проковыряние в носу Проковыряние в носу Ну это Так скажем И не эстетично И не физиологично То есть тут Наверное Я не буду громить Этот момент А как оттуда все вынимать? Оттуда все должно выходить Само Если вынимать То нужно использовать Какие-то Влажные палочки Салфеточки Чтобы не травмировать Слизистую носа Чтобы не спровоцировать Кровотечение Чтобы через травму Этой слизистой Не было Попадания Микробов Потому что Слизистая Это тоже защита У нас организм Весь Сделан Чтобы защищаться От внешнего мира При этом Жить в нем Не из мегатива Барышни Есть ли этикет того Как вести переговоры? Мужчины у нас Порой как развалятся На стуле Вот как Андрей И полулежа сидят так Неприятно смотреть даже Как можно корректно Сделать замечание? А зачем? Вопрос Делать замечание Если есть какой-то Этикет Ведения переговоров Ну да Я понимаю Но делать замечание Это тоже По этикету Может быть Не совсем правильно То есть вопрос Заключается еще в том Что зачем Делать замечание Другому человеку Если кто-то Ведет себя Не по этикету Не уподобляйся Ну да Можно и так сказать Сделать вечно не заметил Да Можно и так сказать Но с другой стороны Если тебе неприятно С этим человеком Общаться настолько Что ты с ним Не можешь вести Какие-то бизнес-отношения Ну значит Они для тебя Не настолько важны Вот Потому что Если человек Сделает замечание Даже корректно Это все равно Будет восприниматься Как отрицательная информация Да А вот кстати Про Сделай вид Что не заметил Когда человек чихает Мы привыкли Говорить ему Будь здоров По этикету Правильно ли это? По этикету Мы не должны Замечать вообще этого То есть мы Если в беседе Мы продолжаем Дальше общаться И не замечаем То есть человек Может извиниться В принципе Потому что Наш опять же Русский менталитет Мы Говорим Будь здоров И запрещать это Как мы только что выяснили Да Этикеты Это не строгие правила Это все-таки рекомендации И как-то Менять Это смысла Я думаю Особого нет То есть мы можем Говорить Кто-то Привык Но в деловом этикете Да Рекомендуется Не заметить И продолжать беседу дальше А давайте поговорим Про зевоту Опять же Да все мы знаем Если ты хочешь зевнуть Прикрыл рот ладошкой Зевнул Продолжаешь Но зевоты Это же не только признак того Что ты хочешь спать Это недостаток кислорода В организме Насколько я знаю Все правильно И соответственно Быстрое насыщение мозга кислородом Насыщение мозга кислородом Это позволяет мозгу работать дальше И контролировать все остальное Дыхание Сердцебиение Прикрыл Зевнул себя Траванулся Если зевнул в себя То просто насыщение кислородом Не произойдет То есть Это не страшная вещь Не такая страшная Как чих Но Эта вещь Не позволяющая Организму Быстро где-то взять кислород У нас в окружающем воздухе Кислорода и так мало У нас Если вспомнить Там учебники Средней школы Основная часть Воздуха Это азот Кислорода там Совсем немного Кроме этого Мы живем в полуторамиллионном мегаполисе В промышленном центре С колоссальным количеством транспорта С огромным количеством людей У нас этого кислорода еще меньше Поэтому если мы еще и не зевнем То наш мозг Не зевнуть на переговорах допустимо Ну да Где-то можно себя сдержать И бывают такие ситуации Когда не надо зевать Потому что это выглядит нехорошо Но эта ситуация Как правило не продолжается весь день Конечно Человек все равно Там через несколько минут Может позволить себе Где-то зевнуть в уголке В туалете где-то еще А как правильно входить К сотрудникам в отдельный кабинет Или к руководству Стучать или не стучать Ну по этикету Если ты входишь к руководству По деловому этикету Ты не обязан стучать Потому что Даже если это начальник Да Даже если ты начальник Потому что начальник находится На своем рабочем месте В его обязанности Входит отвечать на вопросы Если они какие-то И ставят задачи То есть нет Стучать Необходимости нет Но опять же Возвращаясь к нашему Русскому менталитету Мы будем стучать И самое смешное Что мы никогда не дождемся Что нам скажут Мы постучим И тут же входим Вот это тоже По-моему искоренить Вот у нас нельзя Есть такое Но необходимости нет Стучать нет Но опять-таки С точки зрения имиджа Я могу вам сказать Что люди которые стучат В кабинет воспринимаются Менее векторно что ли Менее лидерски То есть те люди Которые не стучат Не уверены Да-да-да А заходят К начальнику Либо к коллеге В кабинет Воспринимаются Более уверенно И фундаментально Но между прочим Если не постучишь Можно и вред Своему здоровью Принести Начальник будет так Недоволен Что чисто физические Повреждения Могут вполне тебе светить Расскажите Вот все говорят Что деловой этикет Подразумевает под собой Ношение колготок Даже летом Да Для дам Особенно в крупных корпорациях А вред могут они нанести Все-таки кожа не дышит Не всегда есть кондиционеры Конечно могут Конечно Любая синтетика Может нанести вред А перегрев Женскому организму Чем грозит? Ну Ношение колготок Не грозит перегревом В принципе Потому что Эта одежда Достаточно легкая Но тем не менее Она ограничивает Дыхание Которое осуществляется Через кожу Физиологи доказали Что достаточно Большой процент Кислорода Через кожу Усваивается организм До 10% Некоторые пишут Если Синтетика Закроет Это дыхание Соответственно Мы на 10% Ну там На 8 На 7% Недополучаем Кислород Ногами Теми же При Офисной Сидячей Работе Это Нехорошо А что делать Девушки Ну На самом деле Опять-таки Это вопрос Приоритетов Если для человека Очень важна Работа в офисе Он пойдет на все Чтобы там Заработать деньги Либо удовлетворить Какие-то свои амбиции Но я допустим Могу рассказать Даже примеры С своей практики Когда я работаю С клиентами В области Создания имиджа Получается так Что видишь Если человек Не готов на какую-то работу Его тело На каком-то Психологическом уровне Не принимает Ту одежду Которая требует Вот эта ситуация Кратко Вопрос от зрителя Подскажите У нас спор Со своим молодым человеком Я считаю Что мою сумку Он должен носить Так как порой Она очень тяжела Да и мне удобнее Когда руки свободные А мой молодой человек Говорит Что это неприлично И вообще неправильно Да и стыдно ему С моей сумкой таскаться Ну да В принципе Молодой человек Не обязан носить сумку А если это тяжесть? Дамская сумочка Если это пакет Какой конечно Поднести Дамская сумочка Это аппарат Дамская сумочка Да Это телефон Это что-то очень легкая Помада максимум Мужчина не обязан И не должен носить сумочку Так же как и Верхнюю одежду Дамы пальто Он обязан донести Только до раздевалки Ходить с этим постоянно нет Дамская сумочка На то и дамская Дорогие наши зрители У меня после сегодняшней передачи Сложилось достаточно Двойственное впечатление Об этикете Во-первых Можно легкие себя разорвать Не знаю как я сегодня буду спать Во-вторых Нормы этикеты приписывают Когда Звонит какой-то неприятный человек Тебе хочет сказать Опять этот Зараза козел А ты берешь трубочку Говоришь Здравствуйте Иван Иванович Рада вас слышать Получается врешь А где гарантия Что так же не врут тебе И не врут про тебя Давайте все-таки Серьезнее задумаемся Об этикете И о том Нужно ли его применять В определенных ситуациях Это была Ольга Новгородова Передача Мелочи жизни И ЕТВ Телевидение Мнений